Керри Икс, спасибо большое за донат, у нас тут небольшое лагалище возникло на ютюбе, сейчас исправим. Блядь, чувак нехило вейпит, я смотрю. Да блядь. А Джоли сзади стоит, когда она во Львов приехала. А-а-а! Понял, я что-то не узнал. Ну, стоит и стоит, и что и подумаешь. Что, смотри, какое-то самое всратое видео, в общем, мое. Честно, мы пока нули какие-то роскливые. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ирина Мудак, спасибо. Во-первых, не надо пиздеть, что на трех аккордах. На одном. Для начала. Вот, я не совсем понял, что значит сведение плоское, но это, да, похоже на правду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Короче, если переводить с музыкантского на русский, я бы это так сказал, невыразительное музло. То есть, нет припева, который въедается, нет куплета, который качаешься. Нет, не за что зацепиться. Ну так, тут 90% времени один аккорд. Все-таки, ну вот, одно и то же все время. Вот из-за этого тоскливо. И, то есть, может быть, если бы был, допустим, унылый куплет, но классный припев, такие бывают песни. Или пиздатый куплет, пусть даже припев хуевый. А здесь просто не то, не то. И то, и другое, такое, как будто что-то, ну как это. Бывает, что, сука, я эту мысль ёбаную, блядь, нихуя не могу сформулировать. Куплет такой, как будто припев будет пиздатый. Но и припев такой, как будто куплет будет пиздатый. А по итогу это как, блядь, в той басне, блядской, про 12 евреев, которые, короче, вина принесли, налить в общую, типа, тару. И принесли все воду, и все пили воду. Вот здесь тоже, и куплет, и припев принесли воды. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!